Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Вероника и у меня сейчас долгожданная распаковка. Аромат, который мне пришел, я ждала самое больше, самое долго. И это известный всем Миколев Иланг Инголд. Иланг Инголд я заказывала, да? Я уже забыла. Так, ну, все хорошо упаковано. Вот так это все выглядит. Да. Как это все? Снять бы еще. Вот, все, он уже приземлился. 100 миллилитров вот такой вот красоты. Да. Ну, и самое интересное, это, конечно же, ну, здесь все такая, кристаллики вот эти вот. Но самое большее меня, конечно, привлекала жидкость, крышка. Ну, и, в принципе, очень все дорого-богато, да? Ну, как мы любим. Здесь все указано. Классно, да? Да. Теперь рядом сидит моя подруга. Ну, и, конечно же, холостые пшики. Ну, иланг, иланг, как пахнет. Ну, интересно, посмотрим, какой он будет раскрываться на коже. Сейчас его хорошо протестирую, чтобы он отстоялся. Мне очень сильно напомнил что-то. Я подумаю, что... Да, сейчас только есть такое, с таким запахом. Что-то очень сильно мне напомнил. Ну, интересный запах, 100 миллилитров. Вот такой вот парфюм. У кого были миколев? Я знаю, они какой-то с ванилью популярный аромат. Это иланг инголд. Ну, не сладкий он, нет. Больше... Чуть-чуть ванили, может, где-то есть. Цветы какие-то. Не знаю я. Конечно, флакон, да, прям крутой. Сказать, что восторг от запаха? Не поняла его просто еще. Ну, очень довольна я. В общем, сниму. В общем, такая распаковка. Остальное все свое мнение скажу потом. Ну и продолжение. Приехала я домой, накрасила губы красной помадой. И тут же, знаете, как я ехала? Я же нанесла его на руку этот парфюм. Еду, короче. Вот так вот руль. И вот так вот, просто вот так все время ехала и пыталась его понять. В итоге что думаете? Я его поняла? Нет. Я не поняла вот этой всей шумихи вокруг него. Запах обычный. Простой, обычный запах. Он не вызовет реакции фу. Он, как я говорила, иланг-иланг, ваниль и кокос. Кокос, да. В нотах у нас сейчас вот ноту специально выписала. Потому что я ехала, даже на светофорию не выдержала. Взяла эту фрагрантику, забила его по следующим, что в нотах. Почему я люблю люкс? Он мне понятнее. Я сразу его как-то понимаю лучше. Ну, не сразу, не всегда, но все равно. Тут я не понимаю просто... Я же знаю, что это аромат, бренд известный там. Пользуется он спросом, а ему поют оды, как бы многие хотят. Не понимаю. Я теперь не понимаю. Он спокойный. Он спокойный. Он ни о чем не кричит. То есть вы никому ничем, когда пойдете в нем, куда-то не докажете, что вот такая вот пришла я. Да, обычная. Ничего у него такого нет. Просто, видимо, я не совсем люблю такое. Если я хочу, купила такой флакон, значит, я хотела и какого-то такого аромата. Опять же, я же беру вслепую, вы же знаете мою фишку. Ну вот. Да. У каждого своего вот у меня такое. Так, ноты давайте. Личи, шалфей, танджерин, герань, иланг-иланг, сандал, мята, магнолия, роза, в базе ваниль, кокос, мускус, дубовый мох. Я так вкратце выписала такие основные ноты, которые вот так более-менее еще подходят. Вот в конце в базе остается горечь немножко. Может быть, дубовый мох, да, вот дает эту горечь, я не знаю. Я не понимаю, почему такая стоимость на него. Ему красная цена 5-6 тысяч рублей, вот честно. Да, тут, конечно, в нашем городе просто стоит в три раза дороже, чем на духе РЭП. Вот я вам серьезно, вообще никакая не реклама. Я его купила удачно. Я его купила 100 миллилитров, купила, как бы он большой такой, да, флакон. Красивый флакон, жидкость, тут все классно. Шиммер очень красивый такой остается, ну, еле заметно. Ну, что, в принципе, это и хорошо, да, чтобы не будешь как елка ходить блестеть. Все бы не неплохо, но просто аромат очень спокойный, он неплохой, хороший такой, базовый аромат, знаете. Ну, как-то хочется чего-то другого. Ну, может, просто не совсем мое. Я поэтому не понимаю его стоимость, здесь нет ничего этакого. Я встретила брата своего на улице, я ему дала послушать парфюмы, он мне сказал, знаешь, у тебя были Диор какие-то, говорит, раньше вот ты пользовалась. А что там я пользовалась? Ну, гипнотипоза, да, у меня был чаще всего там Мисс Диор, у меня Абсолют Блюминг был, Жадор, ну, вот в таком, да, чем я раньше пользовалась. Он сказал, вот твои Диоры, которыми ты пользовалась раньше, были намного лучше, чем вот то, что ты покупаешь сейчас. Сейчас я покупаю, ну, что, я люк, да, люк, ну, и сейчас нишевый аромат стала покупать, и часто я могу послушать их, и он говорит, и вот, и я, говорит, или их не понимаю, или что, ну, такого восторга они не вызывают. И у меня не вызывало его на мое лицо в машине, посмотрите, я до речи потеряла, я не ожидала, я ожидала более чего-то лучшего, не знаю я. Как говорится, для кого-то это лучше, для меня просто так, для меня. Я уверена, кто-то может его знает, напишет, что ты дура, что ли, самый крутой аромат в мире. Нет, для меня нет. Вообще, заменители, мне вообще в последнее время ничего не удивляет, у меня нет такого восторга, вот прям конкретного. Вот, например, в Лаеве Пинк Магнолия, у меня какой-то восторг был от него, вот он мне нравился, он такой красивый, яркий, действительно, а этот как-то так. То есть, если стоимость брать магазина, вот как они стоят, вообще просто мимо. Я говорю, у них есть ваниль-ваниль аромат, я вот его слушала, у нас он в магазине был. Этот аромат у нас был, он запечатан, его даже не надо мне послушать. А вот ваниль-ваниль дали, ну он пах чисто ванилью, я еще такая думаю, ванилин, думаю, все, цена бешеная, думаю, дойдите, куда подальше с вами ванилина. Сейчас мне идут еще несколько нишевых ароматов, там Киллиан и, как он, Серджов, Серджов, Пура, не помню название, я добавила в корзину, короче, вот они идут. Из ниши, по-моему, да, еще Джулет Хазыган идет, МММ, который, и еще Джулет Хазыган, Московый, вот, из ниши, да, что идет, я вспоминаю, ну а там люкс будет, нет. Как, ну, люкс там Шанель не идет, как бы и в ней, я уверена. Такое мнение у меня, короче, получилось, в этот парфюм, к маме заехал, мама сказала, что фруктиками пахнет, а тут есть, да, в начальных нотах фрукты, я их просто не чувствую. Я вначале думала, для меня что-то миндальный он какой-то был, что-то такое, это, видимо, кокос мне такой запах давал, да. Когда прочитала ноты, поняла, мы же всегда читаем ноты, такие, а, да, точно, но остальные ноты прочитала, да, и я все равно не слышу здесь мяту, сандал, роза, вообще нету этого здесь, для меня лично так. В общем, спасибо, что посмотрели, я не откладывала это видео, вот так вот прямо сняла, возможно, через время какое-то мое мнение изменится, но я сомневаюсь, уже, в принципе, много парфюмов я так тестировала, с первого раза, если мне особо не заходит, то потом так же все остается. Единственное, он шел с Москвы, ко мне в Павлодаре, это миллион тысяч километров, поэтому ему нужно отстояться, может быть, он станет. Мне бы хотелось его поинтенсивнее, есть вот эта версия, по-моему, называется Экстракт, у меня он как, Голд, Иланг Голд, да, Иланг и Голд, а есть, по-моему, еще версия Экстракт, может быть, она поярче, но кто знал, кто знал, я что-то его схватила и все, да, но у меня желание не пропало знакомиться с этим брендом дальше. Ну, я думаю, что у них, надеюсь, есть что-то такое более поинтереснее, что прям, ух, видите, мне ароматы какие-то заходят, как кирки, там, к асиопея, к бакаре я там, наверное, нормально относилась. Ну, кстати, в последнее время я что-то ее прям стала терпеть, не могу терпеть бакару. Ну, я люблю вот это вот все, зефлюар маркотик, мне что-то тоже не нравится. Ну, Монсерал вот немного ароматов нравится, вот очень-очень приятное мнение. А этот интересный, интересный, спокойный аромат, он не кричит, он ничего не доказывает, просто вот и все, нет слов. Напишите свой комментарий, хотели бы вы познакомиться с этим профилом, может быть, у вас были отливанты или вообще что-то с этого бренда. В общем, пишите, я считаю, без затеста, без отливанта, без пробника покупать не надо. Ну, то есть, из-за флакона бросаться, вот как я, так не стоит. Если бы я его затестила в магазине, я бы его, наверное, не заказала в сайте. Вот так вот. Всем спасибо, всем хорошего дня и еще что хотела сказать. Я начинаю участвовать в марафоне похудения. Через 21 день, я думаю, вы заметите изменения, пропадут мои щеки, я стану более стройной. Надеюсь. Если не стану, не надо мне ничего писать. В общем, такие вот у меня дела. Сейчас вот заниматься буду этим, готовить, составлять себе меню, продукты закупать. Ну и, конечно, на выходных что-нибудь еще поснимаю. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok